так александр невзор у меня тоже такой опыт ассоящее лето 3 ждем сигналов да здорово что это расширяемся страну надо вернуть класть совета дабы школьные среди огороды ну я себя называю старым большевиком продолжать или так понятно александр смотрите слишком много примеров деградации изменений именно груши ну-ка 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 причем и у мечерины целая статья груш подворья дело в том что для меня благодатнейший материал это абрикосы знаете почему вроде их и много сортов тут уже 500 а кто-то лепит и тысячи вот но у них вот эта особенность да что тот же ванжурец может опылить вот этот вот королевский и вырастет черти чего и уже когда берешь ветку с королевского она привита на вас уже вообще не знаешь что получится вроде благодатный материал яблони по прямо у нас сколько не возьми яблони это старое таки ну пусть мечерин создал например пипеншафраны вы худо-бедно 100 лет попробуйте переделать замучитесь допустим папировка белый налив попробуйте сделать сладкую например то что это самым надо все и постараюсь короче и так яблони трудно поддается вот сливы трудно поддаются особенно старая проверенная сорта а вот есть новая сорта как много яблони они уже незаконны вот любой возьмем моем саду а ну она уже и она уже и уже отец рода не узнает козьми не узнает вот в общем и так далее и что получается груша она она уступает яблони в принципе морозостойкость несколько градусов как их компенсировать и компенсировать можно привая на самое вот яблони чего прививка я на антоновку она морозтойка и где-то под моской она будет 10 20 лет плодносит потом все равно замерзнет постепенно морозы достану там бывает аномальные зимы бывает вот допустим что еще там так то это степи сиренет семеренко есть то есть теперь мы тоже мороз стойки московская грушевка вот такие старта на них можно привать и много лет не испытывать проблем с яблоками груша уступает на несколько раз чем их компенсировать семечка вырастет замерзла как правило замерзла вот на что то приводит привез на сладкую грушу замерзнет пусть у него будет хорошая совместимость тогда получается опять сварок лукашевка или уссурийская дико так и вот это начинается проблема ну а дальше вот правильно как он написал слишком много примеров деградации но я особо деградации не признаю изменения до признаю и приспособления признаю но тут мы чуть-чуть расходимся но это не принципиально именно груши много примеров деградации изменений причем и у мечери на целая статья и тут я согласен но рисковать надо пробовать на два примера уже есть у двоих пожалуйста еще раз постарайтесь мне прислать фотографии эти же для сладкая груша 2 это три ветки пошло до прививку 1 культурно две деки или вот сегодняшний пример вы чем не пример привели все-таки культурную пусть лукашевка начать скультуру пусть сварок даже если он путает культурное привели на русскую грушу получили шапы так дверь борис соловьев доброго здоровья гостинич наступает пара сертификации периоды сертификации которые нашел указан далеко не на все сорта и виды если в общих рассуждений понятно что условия в разных регионах разно нужно таблицу с уединенными цифрами по различным видам и сортам например я не встретил за гигданов для персика хасанского сливы китайки сливы венгерки вишня сибирская штамба яблони сибирская грушна рядной пиво прошу дать цифры о борис соловьев когда вы возьмете у меня эти цифры у вас результат будет стопроцентной приживаемость или ноль или 50 процента вот сейчас про каждую персик хасанский скотчки не выращивал никогда у него просто не ко мне сливы китайки два месяца оптимальной 3 месяца оптимальная вот сливы венгерки ни разу ни одной не бросил ну что я виноват вишня сибирская штамба три месяца яблони сибирской один месяц грушна рядной пиво понятия не имею вот вот и все цифры но дело в том что я их все равно могу все что вы перечислили привить но я если мне надо всерьез для питомника я возьму два срока например два месяца и 3 месяца так а потом буду наблюдать там где у меня начнут раньше просыпаться я же наблюдатель помните как я показывал банки которые буквально светятся корешки белые видны хотя банка с песком вот я уже могу какие-то меры принять например поместить на ноль градусов вместо пяти вот я смотрю приближается время статификации я могу положить градусник рядом с банкой господи ноль же они в жизни не просится ни одна время приближается а проснувшийся надежнее чем спящий спящего вообще не проснуться тогда я беру ставлю на 5 на 8 градусов вот этот процесс творческий а это бывает песку не хватило влажности песка не хватило не зашли а бывает влажности хватило так что она не просто взошла вы вынимаете из холодильника у него такой хвост и может его выбрасывать это при всем дом что когда я учу других помните здесь же есть в этом мегасе есть цифры доме сам реку вас три месяца там слива вот а дальше то что дальше один пишет у меня взошли все все эти венгерки не одна китайка другой эти же самые цифры виде у меня взошли все и черт его знает где у него была температура влажность два таких факторов понимаете а потом у некоторых же как вроде бы подошло время а на улице снег вот тут вторая головная боль валерий константинович что мне делать ну я уже так цифры принципе я назвал вот эти что знал то назвал есть какая-то надежда вырастить грушу похожую на дерево с которого срезаны черенки если первое дерево с которой человек взят подносит 2 приводит к культурную подвое но тут вопрос где взять культурный подвое живущий данный вес так вопросы риторические извините так теперь невзоров у нас на алтай осенью бывает такие ветра которые весь опад сдувают заборах куда подальше жалко конечно парк в одном конце деревни я знаю давно с этот на алтае был это самый мой друг курс он полон доскобилов эти когда пусть хоть хоть какие-то ученые пускать местные местного развивана со мной дружат я надуваясь гордостью понимаете все-таки они пустое место а он мне рассказывал этот конце деревни все куда в другом все замерзло вот это как раз алтай это такая хитрая сурта предгорь алтая это даже как предварь саян я подоги на зон полно ветер там наоборот застой тут все завалилось снегом весна пришла все должно быть живо все саженцы почему-то переломаны под все в общем не все так просто часто мне легко такие проблемы решать начинал я с того что у меня есть 200 саженцев которые я сделал специальную защитную эту самую барьеры у меня завалило двухметровым снегом все когда не было за замором 2 метра полтора метра и 200 150 мертвых искоречены из этого начинал второй раз ты на эти грабли не наступлю так всем привет из москвы так смотрите ли все смотрите пишет поэтому мы будем ждать что он там напишет пишет пишет так ну пока я могу сказать что заказы прекратились народу не до садоводства но потом начинается обратный процесс как нету почему нету а почему я опоздал заказывать надо сейчас есть правда хорошая поговорка за меда выпей а я предлагаю другую поговорку займи да купи саженцы купить черенки купи косточки потому что садовод это не профессия садовод это диагноз потом начнется ломка вот потерян а мне пишет люди как сейчас у меня косточки персика закончились третий год не могу заказать как напишу их уже нету так напишет в сентябре сейчас не такие уж урожай этих перчиков чтобы можно было всю страну накормить цену за 50 рублей за косточку подел бесполезно уже нету так еще нам пишет подождем вот так вот так так раньше ссылку давали просто я давал ну ка нажимаем смотрим это сокровище данном случае это реклама и трекаться косточек то есть нет это не я я не имею права включать вот эти не потому что мне жалко вот они видите вот может он на меня ссылается вот это не знаете раз то всегда договориться про нам фильмы включать мы здесь не можем все расходится 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 вот он серый будет правильно можете правильно ход но мы с ним не у нас тогда начинается расхождение звука и изображение вот и начинается нервотрепка поэтому мы ролики с текста можем посмотреть ролики с первыми не можем так хотя это не было бы само интересное так в общем кому надо вот это пожалуйста скачивайте или как там смотрите всех с новым годом но тем капитал николаевич я перейду праздники будут вебинары так смотрите друзья у нас еще опыт четырехлетний трижды мы про встречали с вами новогод как по-моему даже 2 декабря было ничего провели участников будет поменьше конечно вот но я не знаю когда следует смотрите давайте так тридцать первое число бывает да сегодня двадцать седьмое я в ту году хотя математик на ту году так сейчас двадцать восьмое это вторник двадцать девятая среда тридцатая это четверг тридцать первая пятница первая суббота второе воскресенье понедельник третья ночью третьего числа первого выпили второго похмелились третьего пора браться сзади на садоводство третьего числа понедельник мы проведем обычно по крайней мере я не согласовывал собрану но я не замечал за ним склонности так сказать надолго исчезать по некоторым причинам вот так что будем считать что будем считать что третьего ну следите за объявлениями вот следите за гостёвые книги я там раньше даю объявления согласую со фронтом третьем скорее всего вебинар будет тем более еще у меня 10 вебинаров сверстана уже и и